Аким Шымкент, Амурат Айтенов, впервые провел отчетную встречу с населением. На этом посту он меньше месяца, поэтому городоначальник больше рассказал о будущем мегаполиса. В ближайшие три года в Шымкенте увеличат количество школ, площадь строящегося жилья, постепенно будут решать проблемы инженерной инфраструктуры. Как намерен изменить жизнь города Новый Аким в материале нашего корреспондента Катерины Попковой. Чтобы встретиться с Муратом Айтеновым, горожане пришли во дворец Туркестан за несколько часов до назначенного времени. Зал рассчитан и на 1400 мест, переполнен. Аким – гордость Шымкента. Он недавно вступил в эту должность. Человек совершенно новый, но имеющий определенный опыт. Главу города зал встретил аплодисментами. Итоги 2019-го Мурат Айтенов подводил недолго, а вот о предстоящих планах рассказал подробнее. С ростом населения в Шымкенте растет нагрузка и на инженерную инфраструктуру. Не хватает мощности магистральных сетей. Градоначальник готов приложить максимум усилий, чтобы решить вопрос. В Шымкенте также будет вестись интенсивное строительство жилья. В ближайшие три года планируется построить 652 многоэтажных жилых дома. В связи с ростом количества детей будет построено 42 новые школы. В этом году запланировано обновление магистральной канализации. Будут решаться вопросы газа, света и воды на окраинах города. Продолжится работа по обновлению общественных автобусов. Планов у Айтенова много. А вот горожан интересовало, когда во дворах наведут порядок. У нас есть еще одна проблема. Это отремонт наших внутридомовых здоровья. На встрече Аким заявил о готовности и дальше принимать граждан. На прием записались десятки человек. Мурат Айтенов пообещал принять каждого. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Шымкент, Хабар, 24.